Всем привет дорогие друзья! Рад видеть вас на своем канале. В этом видео будет очередная распаковочка от моего любимого магазина Spinning Line. В этот раз я заказывал себе новое фидерное удилище компании Волжанка и немного мелочевки, которая находится в этой коробке. Давайте приступим к распаковке непосредственно самого удилища. Такая вот упаковочка в магазине Spinning Line я уже заказывал это четвертое удилище. Постоянно приходит вот так вот хорошо упаковано, надежно, как бы проблем никогда с этим не было. Сейчас давайте вскроем, посмотрим. Вот так вот. Вот так вот. Вот я достал удилище. Вот так вот ребята упаковывают, чтобы ничего не повредилось. Все надежно и хорошо. Ну так давайте посмотрим на удилище. Как я уже говорил, удочка называется Волжанка. Модель Optima в росте 3,60. Вот. Давно себе хотел приобрести данное удилище. Читал отзывы. Отзывы все положительные. Ну и вот я решил себе приобрести такой вот чехольчик. Вот такой чехол. Фидер Волжанка, длина 3,6 метра, тест 90+. Чехол на ощупь как будто такой немножко бархатный. Не знаю какая будет в эксплуатации. Я думаю, что нормально. Так. Сейчас достану сам удочку. Будем смотреть. Вот такой вот маленький тубус с кивертипами. Вот такие вот кивертипы, тоненькие. Вот на вершинке у них одного цвета все. Обычно у меня, которые раньше были фидеры, на них вершинки разного цвета. Чтобы не путаться, где какого теста. Вот такой вот тубус. Ну и вот непосредственно само удилище. Удобный такой картошка-держатель. Ручка-пробка. Ну а на конце вот такая вот вставочка. Из-за этого видимо. Вот. Такая вот вершинка. Вершинка, то есть это средняя часть. И средняя часть вот. Значит, сейчас попробуем вставить. Вставляется отлично. Без всяких люфтов. Сейчас быстренько пробегусь по колечкам. Но вообще придраться не к чему. Все очень надежно и качественно сделано. По крайней мере, на первый взгляд, никаких дефектов я не вижу особых. Вот. Колечки стоят ровно. Так, сейчас ставим эту секцию. Да, здесь тоже все хорошо. Проблем нет никаких. Еще раз повторюсь. Давно хотел приобрести себе этот фидер. Вот. Так как до этого у меня уже были два удилища. У меня есть даже видео. Но это были удилища такие, скажем, для совсем уж начинающих. Довольно таки тяжелые. Один фидер от Косодака, а второй от Фривей, по-моему. Ну а сейчас вот увлекся на фидерной ловле и захотел вот что-то получше. Ну вот. Буду испытывать. Ну вот, в общем-то, такое вот удилище. На первый взгляд, очень понравилось. Качество отличное. Исполнения нигде косяков нет. Еще раз спасибо Спиннинг Лайву за качественную упаковку. Ну, надеюсь, что оно меня будет радовать. Сейчас я его верну в сторону. И давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь заказывал себе ведро. И по мелочкам кое-чего. Вот так вот упаковано все. Такие вот пакетики с воздухом. Здесь накладная. Так, что здесь мне пришло? Так, ну вот моя любимая резина от компании Select. Кто не пробовал, очень рекомендую попробовать. Вы останетесь 100% довольны этой резиной. Качество, как у более дорогих брендов. А цена в два раза ниже. И ловят они не только не хуже. Я в этом вас уверяю. Вот такой вот интересный цвет. Комбинированный. Как бы эта резина у меня уже опробована была. Просто докупаю по необходимости. Вот такие вот рачки. Это мои фавориты, которые были в этом сезоне. Полностью копия, не скажу как чего. Но стоит в два раза дешевле. А ловит лучше. Если не верите, попробуйте. Дальше, что у нас тут еще? Вот такой вот экстрактор. Нужная вещь. Экстрактор петлевязка. Дальше здесь у меня. Заказал себе, вот тоже хотел давно. Такое вот ведерко. Здоровенное ядро. Сейчас я уберу коробку, чтобы она не мешала. Вот такое вот ведрище. В нем удобно что-то хранить. Например, под дождем, чтобы не промокло. Положил и застегнул, и все будет сухим там. Но я его взял для другой цели. У меня садок, такой металлический небольшой. И вот после ловли сразу, чтобы взять туда садок поставить, вместе с рыбой закрыть и увезти домой. А там уже дома доставать. Как бы вот для этих целей брал. Ведро действительно такое большое. Так. Ведро, ведро, ведро. Ведро мягкое. Компании Mark Fish. Mark Fish. Если кому-то интересно, по цене они у меня обошлось 655 рублей. Такое вот ведерко. Две ручки у него. Прикольное ведро. Так. Дальше, что у меня здесь еще. Вот такой вот шнурок. от компании Berkeley. 150 метров. Диаметры 0,5. Это пойдет для микроджига у меня. На катушку RTX. Которая была у меня на обзоре. Вот. Можно скрыть, посмотреть. Ну, отзывы по этому шнуру как бы неоднозначные. Кто-то хвалит. Кому-то не нравится. Говорят, излишне жесткий. Не знаю, спорить не буду. Но, если честно, этот мне шнур достался бесплатно. Так как в магазине была акция, если покупаешь на 5000, то в подарок там можно было выбрать некоторые товары. Но я себе выбрал вот этот шнур. Вот. На вид очень тонкий. Очень. Жестковат. Но, я думаю, после нескольких рыбалок он мякнет. И будет нормальный. Ну, думаю, что на микроджиг это будет самое то. Ну, вот такой шнурочек. Повторюсь, достался мне бесплатно, потому что была акция. Покупаешь на 5000 и выбираешь себе такой подарок. Так, дальше что у меня здесь. Дальше, дальше, дальше. Сейчас открою эту коробочку. Так, здесь у меня... Ну, давайте по порядку. Вот такая вот коробочка. Фирма Намазу. Намазу. 70 рублей. Ну, буквально сущие копейки. Такая вот приятненькая коробочка. Для всякой мелочевочки. Такие крышечки. Отделения такие. Закрывается хорошо. Самое главное, чтобы вот эти вот крышечки хорошо фиксировались. У меня есть уже одна такая коробочка. Она чуть побольше. Ну, вот и захотел еще поменьше взять. Вот. Хорошая коробка. Сразу понравилась. Также к ней вот можно подцепить вот такой вот шнурочек. Так. Дальше, что здесь. Дальше, дальше. Вот такие застежечки взял. От фирмы ОКОЙ. Разных размеров. Тоже, кто не пробовал, попробуйте. Цена сущие копейки. А качество вполне приемлемое. Фирма ОКОЙ. Ну, также рекомендую. Уже проверил. Нормальную систему. Так. Взял для пробы вот такие вот колебалки. Фирмы. Фирмы намазу. Такую. И такую. Вот. Вот. Вот такие блесенки. Сейчас посмотрим на них поближе. Так. крючки острые сами блесны не знаю если честно вызывает у меня сомнения что они будут ловить как бы брал действительно для того чтобы посмотреть просто как бы совсем дешевые 94 рубля стоит вот эта блесна лапушка у меня как бы есть подобного типа лапушки но более известных так скажем брендов больше всего мне нравится колебалки фирмы дам почему-то спиннинглайн их нету так вот такие вот колебалки с такой формы там они немного другой геометрии у них вот этот немного часть загнута вот сюда это загнута вверх здесь же просто прямая на болванка я не знаю вообще будет она играть нет ну как бы так-то сделано нормально но вот по форме своей геометрии как она какая будет игра вопрос короче колебалки вот эти под вопросом пока не рекомендую но дальше у меня последнего тебе заказал два балансира это это значит вот такие вот значит два балансир чека вот этот вот который я держу в руке называется baltic четверочка цвет 12 hrt вот такая вот в ралочка до конька вес у него по моему 12 ой 9 грамм второй балансир чек это лаки джон балтик пятерочка цвет 45 h если название присутствует буква h это означает что здесь применено голография покрытие что на том что на этом балансире еще раз повторюсь эта расцветка называется 45 h такой вот синенький верх красный низ серебристый бачок балансиры baltic представления нет не нуждаются как и в общем остальные балансиры фирмы lucky john хорошие приманки довольно качественные исправно ловят рыбу и что еще здесь примечательно у них вот здесь такие интересные петелечки сделано удобно и можно без проблем поменять тройничок вот такие два балансир чека четверочка и пятерочка но сразу оговорюсь по весу разница и у этого 9 грамм а у этого 21 грамм разница очень большая сразу получается между четверочка и пятерочка этот балансир такой довольно таки массивный вот ну кто будет заказывать имейте ввиду довольно таки тяжелую вот такая вот получилась распаковочка у меня вот спиннинг-клайн отдельное спасибо за качественную упаковку удилища и в целом все посылки ну на этом заканчиваю всем пока до новых встреч